здравствуйте дорогие друзья вас приветствует кинотеатр синекура и я алексей першко его пардон за тавтологию куратор что такое синекура спросите вы в первую очередь это мой youtube канал который любезно согласился поддержать крупнейший портал украины о кино кинотеатр юэй наверное известный многим из вас второй вопрос который может у вас возникнуть что же это за название что оно значит попробую кратко объяснить в википедии зачем далеко ходить читаем синекура от латинского синекура animarum без заботы без попечения о душе без лечения души через немецкое синекуры в средневековой европе это была чисто административная должность в католической церкви не связанная с пастерской деятельностью заботой о душах прихожан затем возникло переносное значение ставшая сейчас основным любая должность приносящая доход но не связанная с какими-либо серьезными обязанностями или вообще без них либо даже не связанная с необходимостью находиться на месте служения из первоначального значения термина синекура следует что лечить так сказать я вас не собираюсь а намереваюсь рассказывать о кино причем любом как артхаузном как бы иронически я не относился к этому затасканному термину так и коммерческом чтобы подчеркнуть эту привязку к кино я и заменил латинскую букву с в латинском или немецком написании откуда это термины перекочевал в русский язык на латинскую же букву си как в слове cinema на любом из европейских языков кроме венгерского правда там мозе это называется попробую я это делать самых разных формах обзорах репертуара наших кинотеатров рассказах об особенностях производства новейшего украинского кино явно находящегося сейчас на подъеме размышлениях о любопытных фактах из бытования мирового кино и в ближайшем будущем интервью с главными фигурами нашими нашего и не только кинематографа что же касается второй части определения термина синекура той в которой речь о доходе и об отсутствии необходимости находиться на месте служения то тут у меня возникает определенный когнитивный диссонанс пардон за высокий слог подготовка каждого сюжета все-таки требует изрядного труда о каких-либо доходах речь по крайней мере пока не идет так что предлагаю считать что подписка на этот канал станет синекурой для вас дорогие зрители какой-никакой интеллектуальный доход я вам гарантирую а для его получения вам не придется быть на месте служения благо для просмотра моих сюжетов достаточно ваших мобильных гаджетов так что подписывайтесь ставьте свои отметки и следите за обновлениями добро пожаловать в кинотеатр синекура да и еще одно если что то не судите строго хотя бы на первых порах я ведь не волшебник я только мы есть вином так наверняка вслед за главными героями хотя тут есть определенная сложность определениями ведь порой в одном физическом теле находятся сразу две сущности журналиста диброк и его паразит или как говорилось первых украинских тизерах глист скажут многие почитатели комиксов издательства маравелл в целом и этого персонажа в частности хотя хотя тут есть определенное сомнение дело вот в чем рецензировать фильмы подобные виному дело неблагодарное так как их зрителей можно был пусть и очень условно но поделить на две категории тех кто уже и так имеет вполне определенное впечатление о том что им предстоит увидеть на экране или что они хотят там увидеть и эти впечатления или представления вынесены из твердых копий комиксов дополненных всяческими триллерами и тизерами вторая категория это те кто имеет о комиксах представления самого общего характера так вот первая категория зрителей будет просто сверять степень своих ожиданий с увиденным на экране и ловить свой кайф если увиденное по большей части совпадет с ожиданиями или не ловить его соответственно если на экране например не окажется какого-нибудь карнажа или токсина это на всякий случай замечу для непосвященных симбиоты братья венома в комиксах вторая категория и я скорее отношу себя именно к ней будет смотреть на экран непредвзятым взглядом и оценивать фильм потому насколько тот или иной фильм совпадает с их представлениями о произведениях по комиксам о бойкости сюжета наличию своеобразного юмора и иронии и уровню технологичности так вот вино моим критерием предъявляемым к фильму комиксу соответствует сюжет боек актеры совпадают со своими персонажами юмора и ирония на своеобразной высоте нельзя не улыбнуться когда вином называет эдис циклом за отказ прыгнуть с небоскреба а уровень специфертов кажется в очередной раз повысился хотя казалось бы куда уж дальше подробнее читайте в моей рецензии на портале кинотеатр юэй если же ваше мнение не совпадает с моими представлениями то предлагаю не судить строго не ругаться громко а просто высказать свои ощущения и эмоции от просмотра этого фильма внизу в комментариях под этим видео причем не просто комедия а как достаточно самоуверенно пишут на постере авторы лучшая комедия года не знаю насколько безумная свадьба придется по вкусу широкому зрителю но у меня этот фильм вызвал самые противоречивые чувства во-первых складывается ощущение что режиссер дикий который скрывает свое имя под этим псевдонимом на поверку должен оказаться то ли известным клипмейкером то ли успешным автором телемыла уж больно узнаваемые приемы и представления о том что же должно понравиться самой широкой украинской публике и кажется что авторы свадьбы достаточно далеки от народа пардон за пафос но действие фильма разворачивается в полностью выдуманном гламурно сверкающем мире где верхом проблем является то что любимая дочь совела себе жениха с темным цветом кожи ведь и правда кто же из украинских граждан не знает что любой заведующий местечковым краеведческим музеем настолько состоятельным что не задумываясь отправляет доченька на учебу в сорбонну и способен закатить пир горой на ее свадьбу предвижу возражение в том духе что мол ведь это кино а значит вымысел и сказка но как известно сказка ложда в ней намек то есть есть всякий вымысел должен иметь хотя бы легчайший налет правдоподобности не знаю прав ли я или нет но это мое мнение в заключение могу лишь предположить что авторы безумной свадьбы действительно лучше меня ориентируется в том что же должно нравиться нашей публике например пресловутые свингеры вторая часть которых ждет зрителя под конец этого года и сборы фильма окажутся на том же уровне интересно будет на них посмотреть на этой неделе я посмотрел еще один фильм рождение звезды режиссерский дебют брэдли купера с ним же в главной роли и в компании совершенно замечательной леди гаги но к сожалению я связан обязательствами договора согласно которому я не могу до 9 октября разглашать содержание этого фильма поэтому наш краткий сюжет по этому поводу смотрите уже в моем следующем обзоре но пока могу лишь сказать что в этом фильме одна звезда родилась точно это леди гага в качестве актрисы подробнее опять таки читайте чуть позже в моей рецензии на портале кинотеатр и смотрите в моем следующем обзоре репертуара но уже следующего уикенда октября ну а пока могу предложить вам как это очевидно заведено на ютюбе подумать посмотреть возможно еще раз этот сюжет и если что-то и поставить то что называется лайк ну что ж пожалуй на этом все спасибо и надеюсь до скорых встреч